Всем привет! Я Алексей Дмитриев, он же Mustmage. 24-го числа в Кудспеле вышел новый патч, давайте смотреть. Первое, о чём я хочу вам сказать, это изменился цвет рангов. Ммм, теперь моя эска розовая. Джеранги теперь по-настоящему золотые. ПВЕ-режим разведка возвращается в игру. Теперь он доступен только для одного игрока. Награды за похождения миссии смогут получать игроки с кармами второго уровня или ниже. Увеличен размер тренировочной площадки. Игроки с низким рейтингом будут играть против ИИ, только для режима командный бой. Добавлено уведомление о преждевременном выходе игроков из матча с отображением их имени. Выход союзника, выход противника. Улучшено отображение пингов для союзников во время боя. Теперь на странице выбора персонажа отображаются ранги ваших персонажей. Добавлено опция для настойки обводного контура персонажа. Есть толстый контур и тонкий контур. Добавлено руководство по созданию персонажа. Но есть одна проблемка. Чтобы его посмотреть, нужно купить слот в магазине. Улучшено визуальное отображение состояния неуязвимости у персонажей. Добавлена кнопка для получения всех наград за уровень в сезоне. Еще немножко о сражениях. Вы больше не сможете использовать приследующую атаку, когда ваш персонаж имеет определенный статус, будучи атакованным. При использовании умений ярости, будучи нокуутированным. Время восстановления, сбитым с ног, будучи схваченным. Состояние оглушения. Также добавлены вспывающие подсказки во время боя. Сообщение о причине невозможности выполнения определенного действия. Также к нам пришли обновления магазина КП. Добавлено несколько наборов. У них будет одинаковый период покупки с 24 июня по 22 июля. Отдельные части набора будут доступны к покупке даже после окончания периода продажи набора. Итак, новые наборы. Набор лазонных серебряных крыльев Рейцаи. Далее набор багрового защитника Якши. И набор неонного боевого костюма. Последняя новость данного патча – обновление синтеза. Добавлен синтез новых костюмов из старых ДЛС. Синтезируя новый костюм из старого, сохраните все параметры вашего старого костюма. Но потеряете его окрас. Если вы имеете несколько одинаковых частей от старого костюма, то, пожалуйста, обратите внимание на то, что часть, которая находится ближе всего к нижнему углу, будет использована первой. Синтезируя части костюма, обязательно позаботьтесь о правильном их порядке, чтобы случайно не использовать в синтезе не ту часть костюма. Ооо, я снова засветился. Ну что ж, видео подошло к концу. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok